Сегодня на библейском портале «Экзегет» мы продолжаем наши беседы о трудных, сложных местах Священного Писания. И сегодня мы зададимся вопросом, отталкиваясь от текста «Послание к римлянам, 1 глава, 5 стих. Для себя ли только мы получаем благодать?» И мы читаем с вами «Послание к римлянам, 1 глава, 5 и включительно 6 стих». Здесь говорится, «Через которого, то есть через Господа Иисуса Христа, мы получили благодать и апостольство, чтобы во имя Его покорять вере все народы, между которыми находитесь и вы, призванные Иисусом Христом». Эти слова апостола Павла перечеркивают ложное протестантское учение о каком-то личном спасении. Человек не может сам себя крестить, человек не может сам себя огласить евангельской вестью, как сказано «вера от слышания, ослышание от Слова Божия» и как уверовать, если нету проповедующего. Это с одной стороны. С другой стороны, сама благодать дается нам в том числе и для того, чтобы, отразив действия этой благодати в благочестивых деяниях, мы несли бы свет евангельской истины далее. Они замыкались в эгоистическом представлении о спасении. Ибо мы получили благодать, чтобы во имя Его покорять вере все народы и уточнения, между которыми находитесь и вы. То есть те, которые наиболее близки к нам, должны стать объектом нашей проповеди. Это прежде всего наши домашние, это наши соседи, это люди, которые живут с нами в одном городе, в одном селе. Мы должны явить им красоту нашей веры, действием благодати, как в Нагорной проповеди и Христос говорит. И так досветит свет ваш пред людьми с тем, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца Небесного». У пророка Исаии, 48 глава, 20 по 22 стих, мы находим прекрасные слова. «Выходите из Вавилона, бегите от халдеев, согласом радости возвещайте и проповедуйте это, распространяйте эту весть до пределов земли. Говорите, Господь искупил раба своего Якова». «И не жаждут они в пустынях, через которые Он ведет их. Он источает им воду из камня, рассекает скалу и льются воды. Нечестивым же нет мира, говорит Господь». То есть сама христианская проповедь является активным призывом выйти из Вавилона греха, убежать от халдеев, злых бесов и демонов, которые всячески склоняют нас на путь греха и преступления. И очень важно, когда мы свидетельствуем об этом людям в пустыне безверия, в пустыне апостасии всемирного отступления от веры, а Господь дает нам воду из камня. Камень – это Христос, Он – краеугольный камень нашей веры и нашего спасения. Вода – это символ Слова Божия и действия благодати в этом мире. Также в Писании – это послание Евангелия от Марка, извините, 16 глава, 15-16 стих, мы находим здесь такие слова. «И сказал им, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет». Церковь проповедует как бы в двух измерениях. Это свидетельство Словом, но опять же сказано, что как проповедовать, если не посланы. И каждый имеет дар Слова, но это и свидетельство Жизнью. Эти слова Христа мы уже с вами сегодня вспомнили, и тогда светит свет ваш пред людьми с тем, чтобы они видели ваши добрые дела. Такое служение может совершать каждый верующий во Иисуса Христа христианин. Наша задача – предупредить людей, живущих в этом всемирном Вавилоне, греха, порока и беззакония, что халдеи эти злые бесы и демоны представляют для них серьезную опасность. «Ибо если мы видим, как люди погибают, мы не можем молчать, иначе они погибнут, а наказание ляжет на нас самих. И если кто-то не имеет права проповедовать, по крайней мере, он должен предупредить и явить пример своей собственной жизнью». Пророк Иезекииль, 3 глава, с 18 по 21 стих, мы находим такие слова. «Когда я скажу беззаконнику, смертью умрешь, а ты не будешь вразумлять его и говорить, чтобы остеречь беззаконника от беззаконного пути его, чтобы он жив был, то беззаконник тот умрет в беззаконии своем, а я, – говорит Господь, – взыщу кровь его от рук твоих. Но если ты вразумлял беззаконника, а он не обратился от беззакония своего и от беззаконного пути своего, то он умрет в беззаконии своем, а ты спас душу твою». То есть то, что можно было сделать, ты сделал. Далее. «И если праведник отступит от правды своей и поступит беззаконно, когда я положу перед ним преткновение, и он умрет, то если ты не вразумлял его, он умрет за грех свой, и не припомнятся ему праведные дела его, какие делал он, и я взыщу кровь его от рук твоих». «Если же ты будешь вразумлять праведника, чтобы праведник не согрешил, и он не согрешит, то и он жив будет, потому что был вразумлен, и ты спасешь душу свою». Итак, в любом случае мы осознаем, что действием благодати в каждом из нас свет спасения касается и других. И отцы выражали эту мысль словами «Спасись сам, и вокруг тебя спасутся тысячи». Подписывайтесь на библейский портал «Экзегет», чтобы вовремя получать информацию о новых беседах. И берегите себя. Также мы и спрашиваем ваших молитв за то служение Слова, которое мы совершаем в эфире на просторах Ютуба в нашем служении на библейском портале «Экзегет». Храни вас Господь! Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!